Всем добрый день! У меня в работе вот такая вот резьбовая пара. Это упорная резьба 30 шаг 3. Общая длина винта составляет 500 мм. Длина нарезаемой резьбы 160 мм. Гайка 40 мм. Вначале я по всем правилам, когда изготавливаются сопрягаемые детали, нарезал гайку. А потом уже по гайке нарезал резьбу на винте. Но гайку я не стал показывать, потому что здесь обработка велась с использованием СОЖ. И рисковать инструментом я не хотел, поэтому изготовление гайки осталось за кадром. Ну а винт я вам сейчас покажу. Так как это штучные детали, ну это съемник для выпрессовки гильз. Их всего нужно изготовить 4 штуки, поэтому морочиться с какими-то упорами я не стал. И первая операция, которую я выполнил, это обработал, как у меня указано по чертежу, диаметр 29 мм на длину 335 мм. Все это происходило, разумеется, с поджатием центра. И я, как я уже говорил, никаких упоров использовать не стал. Просто выставлял заготовку по линейке, подпирал центром и обрабатывал наружный диаметр. Вот так это происходило. Вот так это происходило. Субтитры делал DimaTorzok А вторую сторону я уже обрабатывал на меньшем вылете, потому что меньше вылете, больше жесткость. Длина резьбы, как я уже говорил, 160 мм. В данном случае вылет был 180 мм. То есть я также поджал задним центром. Обработал фаску, обработал наружный диаметр и уже после этого стал нарезать резьбу. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, а теперь я готов показать инструмент, которым я обрабатывал наружные и внутренние резьбы. Пластина для нарезания наружной упорной резьбы, маркировочка. Все это заказывается в CNC-магазине. Напоминаю, это упорная с шагом 3 мм. То есть под каждый шаг свой профиль. Она имеет характерный профиль для упорной резьбы. Трехпозиционно, разумеется. И устанавливается на обычную резьбовую державку. С единственными исключениями, что у опорной пластины, которая рассчитана для обычной треугольной резьбы, вот этот контур для треугольной резьбы придется сточить практически полностью. Потому что иначе это все будет затирать. И пластины для внутренней упорной резьбы с шагом 3 мм. Маркировочка. Ну и выглядят они, конечно, по-другому, потому что для внутренней нарезки. Тот же самый характерный контур. Первые свои упорные резьбы я резал на универсальном станке. И много времени приходилось тратить для того, чтобы заправить резец вот таким вот образом. Он очень тонкий, соответственно, хрупкий. И при забивании стружкой или каких-то длинных проблемах он просто обламывался и все. Здесь на ЧПУ, ну, просто красота. Теперь, что касается державки для нарезания внутренней резьбы. Здесь у меня претензии к CNC, потому что они предоставляют державки, не предназначенные для нарезания упорной резьбы, трапециадальной резьбы. Они выдают просто-напросто обычные державки резьбовые для треугольной резьбы. Но, как вы видите, профиль треугольной резьбы и профиль упорной, а тем более трапециадальной резьбы, он отличается. Поэтому приходится делать вот такое вот безобразие. И это, конечно, возмутительно, то, что они до сих пор не нашли подходящий инструмент для нарезания трапециадальной и упорной резьбы. Ну, выкрутился, все равно нарезал, нигде затираний нету. Я уже второй раз эту резьбу режу. Где были подтирания, я их подточил. А вот опорную часть для контура резьбы, то есть он практически снесен полностью. Ну, в принципе, проход, по-моему, полмиллиметра, задний проход, пластины выдерживают, все нормально. Время обработки гайки составило около трех минут вместе с растачиванием и нарезанием. Наружная резьба вместе с обработкой под нарезание составила 2 минуты 12 секунд. То есть быстро, эффективно, качественно. Все просто замечательно. Ну, это я подписываю. Для примера подобных программ будут скриншоты управляющей программой. Кому интересно, можете на стоп-кадре посмотреть интересующую вас информацию. Все, всем спасибо. Всем хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok